Бюро Ленинградского отделения Бюро Ленинградского отделения Бюро Ленинградского отделения Бюро Ленинградского отделения Сергеевич Казенов за свою книгу «Антропология. Антропологическая основа общества и государства». Попал в шорт-лист, то есть там 4 человека, а не 10. Я туда в четверку не попал. Ну и среди тех, кто туда попал, поскольку там одна работа посвящена вопросам монашеским, вторая работа – вопросам магометанским, и единственная работа, которая посвящена действительно философским и глубоким – работа Александра Сергеевича Казенова. Единственное, можно сказать, что это было бы нахальством с нашей стороны ожидать, чтобы марксистские работы получили буржуазу, вообще первое место. Это, конечно, уже, я думаю, не следует на это настраиваться, так что надо понимать правильно. То есть я хочу сказать, что, и это, конечно, существенно, что товарищи, которые здесь ведут занятия, это, так сказать, не от того они ведут занятия, что им больше негде сказать, которые делают это достаточно профессионально и пользуются авторитетом и уважением, так сказать, в самых, так сказать, серьезных научных кругах. Хотите мне после этого присоединиться к течению лекции. Сегодня у нас лекция на самую трудную тему. Один из товарищей, который здесь выступал, Константин Васильевич Кузьмин, который долгое время у себя дома организовывал изучение диалектики по поводу той темы, которую я сегодня предложил рассмотрение. Тема такая. Общение о сущности в науке и логике Гегеля сказал, что я в этой теме. Здесь у нас есть и другие люди. Вы его пригласили, чтобы он понял? Нет, он как узнал, что это тема, которую он не понимает, и даже не дернулся сюда. Значит, вот здесь сидит Виктор Иванович, который, в отличие от многих других, несмотря на все сложности, добрался до этого места, заглянул туда, как он говорит, что будет в начале. А начало – это не развитый результат. Так что результат уже есть. Но не развитый. Но не развитый. Поэтому, значит, моя задача, как лектора, попытаться все-таки, несмотря на всю сложность этой темы, простыми словами, из-за чего такая сложность, и там есть богатство. Ну, понятно, что науку, человек занимается наукой, он не должен настраиваться на лёгкость. Как писал Марк, что в науку нет широкой солбовой дороги. И только тот достигнет её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам. Вот мы и добрались как раз до этих самых каменистых троп, потому что, можно сказать, что вот учение о сущности для нас самое непривычное из всего того, что написано науковой фигуре. С другой стороны, карабкаются не ради того, как альпинисты залезут, сказали, что они забрались на очень высокий пик, и, так сказать, на этом миссию свою считают исчерпаны. У нас, мы карабкаемся ради тех богатств, которые есть. Если мы возьмём то, что у нас используется в нашей пропаганде, в политической борьбе, в нашем, так сказать, политическом обиходе, это всё категории, такие, можно сказать, поверхностные, больше поверхностные. Это категории тома первого «Учение о бытии». Какие это категории? Это тихие, становление, нечто, иное, конечное, бесконечное, количество, качество, и даже мера, как единство качества и количества, или как окачественное количество, или околичественное качество. И даже узловая линия отношений и меры, когда с увеличением количества изменяется и качество, и которое вовсю применяется в учении общественно-экономических формаций. Мы знаем всего пять общественно-экономических формаций. Это первобытный общинный коммунизм, производительные силы развиваются, появляется возможность для эксплуатации, появляется возможность для того, чтобы один человек мог жить за счет другого человека, а такая возможность появляется тогда, когда один человек может прокормить, по крайней мере, двух. Сейчас, правда, доказывают, что пенсионеров уже не могут прокормить. Видимо, такая тяжелая ситуация в экономике мировой, что вот самые современные могущественные экономики, даже французские, не могут прокормить пенсионера. Надо заставить его работать еще два с половиной года, пусть сам себя кормит. На самом деле, больше десятка человека один рабочий кормит. Больше десятка, намного. В современном уровне производительности труда. Но вот в самом начале это привело к тому, что перестали убивать людей, просто обращали их в рабов. Это был большой прогресс. Следующий шаг прогресса – это уже перестали убивать рабов, если вздумается, а тут скрепостная зависимость. То есть это опять-таки прогресс. Следующий шаг – это дальнейшее движение к тому, чтобы освободить от пут феодализма. И это колоссальный прогресс, который сделала буржуазия. У нас, в нашей буржуазии, передовой французской, прежде всего, отдано дань чести. И тех, кто больше всего отрубил голов, Робеспьер и Марат, увековечены набежные Робеспьера и улицы Марата. И никто не кричит, что они занимались репрессиями. Они просто отрубали голову с помощью гильотины. Те почему-то начинают рассуждать про государство более позднее. Ну и, наконец, последний шаг – это коммунистическая формация. Почему последний? Потому что, на самом деле, через эти пять формаций, на самом деле, проходит движение следующее, диалектическое. Первая, самая первая формация – это первобытный коммунизм. Затем его отрицание, способы производства основной на частной собственности, а именно, рабовладение, федерализм, капитализм. И затем, уничтожение частной собственности, конструктивное, созидательное, плодотворное уничтожение частной собственности, То есть коммунизм вышедший из капитализма. Не в том смысле, что тенденции к частной собственности нет, а в том, что коммунизм состоит в уничтожении частной собственности, то есть ее постоянном отрицании. В этом смысле он вечен, потому что он вечно отрицает тенденции к частной собственности. Тем самым через отрицание своего отрицания сохраняет этот самый коммунизм. Это не наивный коммунизм, который появился, потому что никакого другого не было общества, как в начале. А такой коммунизм, который обогащён всем предыдущим просвитивом, содержит в себе все предыдущие формации. В себе. И есть их венец. В этом смысле он вечен. И вот я говорил о категориях первой книги «Науки и логики», которые очень важны тоже. Несмотря на то, что они самые поверхностные. Но вообще задача науки не оставаться на поверхности, а углубиться в суть вещей, в сущность. Правильно? Что такое сущность? Вот такой вопрос. А что такое сущность? Вот если я беру одну категорию, рассматриваю и отрицаю её, это что будет? Я пошёл к сущности, нет? Нет. Если я беру одно бытие, я перехожу к другому бытию. Мне вот берут эту книгу, почитал её, мне она не понравилась. Я вторую беру книгу, эта не понравилась. Или понравилась, но я не удовлетворён, беру третью книгу. Это что такое? Это движение в шрифт. Или когда люди едут по странам и континентам, сейчас очень много любят путешествовать, люди обрадовались, что можно быстренько оформить паспорт, визу и поехать. И что? И что они знают историю народа, да? Сущность государства, в которое они повалили? Нет, они смотрят что? Смотрят природу. И что, они ботаники? Нет. Они что, поняли, что там за растение? Или, так сказать, они разбираются в животном мире этой страны? Нет. А что они делают? А там всё равно одно и то же. Куда бы вы ни поехали, даже в Грецию, там вы увидите баунти, марс, джинсы и футболки, в которых рисунки. И мало-мало чего специфически греческого. По этому поводу, и что ещё известный философ Шопенгауэр немецкий писал, что, так сказать, это вот движение вширь, а не вглубь. А наука занимается другим, она углубляется. Ну, самый известный всем пример – это отличие подхода гяда на мир, который был в своё время у Птолемея, что, так сказать, вот есть Земля, она в центре мира, и всё вокруг, в том числе и Солнце, и звёзды крутятся, вращаются вокруг этой самой Земли. И даже приспособили математический аппарат к тому, чтобы довольно точно рассчитывать движение этих всех планет и светил. Даже при такой вот конструкции, при таком взгляде на мир. А вот Коперника и позднее Джордана Бруна сказали, что на самом деле это так кажется. Или, как говорят, ну люди здравого смысла-то видят же, как обстоит дело. Действительно, все люди здравого смысла выйдут на улицу и увидят, что Солнце встаёт на востоке и идёт по небу. А есть вот такой нездравый человек, как Джордана Бруна, который говорит, нет, хоть вот нам и кажется, что Солнце вращается вокруг Земли, а на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. И это вывод. Ну сейчас, конечно, если там циркача какого-нибудь канадского можно посадить на ракету, которая запускается в Россию, отправить в космос, чтобы он поглядел, что вокруг чего вращается. Сейчас это стало тоже поверхностным уже знанием. А в то время это знание было сокрыто. На самом деле, на самом деле, всегда, в общем-то, знание сокрыто. Даже вот вы знаете, что там есть вход, но вы сейчас кто-нибудь видит, что там вход? Вы к чему думаете, что там вход? Давно, может, всё закрыли. Давно уже навесили большие домки, и мы отсюда не видим. Откуда мы так вот полагаем, что там есть выход для всех тех, кто здесь сидит? То есть это мы как бы само собой считаем, разумеется, что мы же это не видим. Что мы видим сейчас налицо? Мы сейчас видим друг друга и видим аудиторию. И всё. А всё остальное даётся ненепосредственно. Вот в философии такое слово, как непосредственно или опосредственно, очень важно. Или это непосредственно видно, это сущее. Или это посредством размышлений, можно к этому придется. Размышлений, сопоставлений, углублений. Так вот, если я беру просто другую вещь, то это я перешёл от одного бытия к другому бытию. Как бы я иду всё по поверхности, от сосны к берёзе, от берёзок к пруду, от пруда к озеру, от озера к реке, от реки к морю. Это всё движение по поверхности. А есть углубление? Так вот, если мы возьмём определение сущности, сущность, говорил Гегель, это отрицание бытия. Но не отрицание конкретного бытия, когда мы переходим к другому бытию, а отрицание сферы бытия вообще. Вот всё, что мы непосредственно берём, не сущность. Вот всё, что я взял, не сущность. И даже то, что я, вот только что ещё было вроде сущностью, вот выясняли, например, выясняли, что вокруг чего вращается. Вчера ещё было сущностью, если я это познал, раз я непосредственно это уже знаю, это уже не сущность, а что, а некое бытие. Я вот смотрю на это, это есть. Раз оно есть, значит, оно бытие. Всякое движение под сферой бытия, это движение какое? От одного к другому, это механическое движение. Или становление, когда ничто переходит в бытие, бытие переходит в ничто. Или нечто переходит в иное. И моменты этого вот, то есть это тоже становление моментами, которые являются по нечто. Тоже вот такое движение. А какое движение в сфере сущности? Раз сущность, это отрицание сферы бытия. Значит, если мы возьмём категорию сущности, она какой вид имеет? Отрицание бытия. Отрицание бытия это что? Ничто. Отрицание бытия. И бытие это категория бытия. Категория бытия, то есть бытие как небытие. Вы же небытие разглядываете. Вы сейчас сказали небытие? Ну, раз сказали, оно есть. Раз есть, значит, оно бытие. И ничто то же самое. Так вот, поскольку категория сферы сущности – это не горе бытия, а категория отрицания всякого бытия, то как бы учение сущности, все, что вы достали, то, что вы разглядываете, оно сразу превратилось в бытие. Поэтому, а вы должны взять не бытие, а отрицание. Поэтому надо взять все то, что вы берете в сфере сущности с отрицанием. Никогда не удовлетворяться тем, что вы получили. А идти дальше, глубже, отрицать, отрицать, отрицать. И поэтому говорят, что в сфере сущности можно двигаться все глубже и глубже в сущность первого порядка, в сущность второго. Только это не закрепленные порядки, что прямо вот вы найдете, там на них табличка висит первый порядок, второй порядок. Нет, просто вот вы делитесь познанию мира, познанию каких-то вопросов. И вы каждый раз все глубже и глубже идете. То есть вы не удовлетворяетесь тем, что сделано, написано, познано и так далее. Например, вам нужно написать какой-то документ. О, записку, писать по генеральному директору, коллективный договор. Что надо сделать? Некоторые люди очень гордые, считающие, что они очень способные, квалифицированные. Они что делают? Они сразу стараются написать хороший документ. Позвольте вам сообщить, сразу написать хороший документ. Что надо сделать следующее? Надо взять и написать, что получится. Вот то, что получится, то будет, конечно, плохим документом, но это тот документ, который есть. А тот документ, который очень хороший, он, конечно, лучше, чем плохой. Его? Нет. И вот основная масса наших товарищей застревает на этом, потому что они хотят сразу написать хороший, а это не получается. Поэтому хорошего нет. Плохой они не пишут, потому что он же плохой, зачем я буду делать плохой? Я же человеку себя уважаю, что я буду делать? Халтуру. Я буду сразу делать хороший. Вот этот прямой ход не получается. Сделайте какой-нибудь. Потом вы должны его отрицать. Тогда вот этот шаг с отрицанием продвинет вас. Первый раз продвинет в сущности. Вам еще он не нравится, этот документ? Ну, еще раз переработайте. Лев Толстой свои произведения переписывал по шесть раз. Некоторые думают, что он плохой писатель. Есть вот некоторые люди, которые сразу написали, говорят, вы же надо изменить. Они говорят, нет, 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 тут отлично все. А вот Лев Толстой шесть раз перерабатывал. А если вы пойдете в музей, в Пушкинский лицей, посмотрите, как там Пушкин писал капитанскую дочку, там все это зачеркнуто, перечеркнуто. И все эти такие светлые и ясные фразы, и отточенный слог, это есть плод огромной работы. Работает над тем, что уже есть. А то, что является отрицанием того, что есть, это сущность. Отрицание того, что есть. Это движение к отрицанию того, что есть, а движение к другому. Это сущность. И поскольку все категории сущности, это категории, которые могут быть названы как категории бытия, а как категории ничто. Не в том смысле, что нет такой категории в сфере бытия, а в том смысле, что форма у них какая, вид какой у них. У них вид отрицательный, вид неудовлетворенности. Нет такого научного результата, которому наука, скажем, удовлетворила, сказала, ну все. Вот, скажем, открыли молекулу, все, нет, не все. Открыли атом, все, нет, не все. И так далее. И все не исчерпаем. Поэтому в науке нету этого дна. В чем-то, так сказать, вот какие-то, конечно, истины мы уже открыли. Дважды два равно четыре. Но дважды два равно четыре, если не взять теорию вычетов. А если теорию вычетов взять по двум, то будет и ноль. Так что, какую взять, так сказать, систему? Таким образом, то движение, которое совершается в сфере сущности, имеет вид от ничто к ничто. И вот Ленин, который писал конспект и логики. Писал конспектом в 1914 году. Занимался он этим делом в связи с тем, что все запутывалось в мире. Власть, империалистическая война, весь, так сказать, мир был, как бы, поставлен ног на голову, с головы на ноги. Все перевернуто, все непонятно. И чтобы в этом разобраться, Ленин стал изучать ту науку, которая нужна, чтобы разбираться в самых сложных вопросах жизни. И вот он шел, первый том, учение о бытии, идет по второму и пишет. Ну, то, что движение от ничто к бытию, это, конечно, понятно. А вот чтобы от ничто к ничто, пожалуй, этого не может быть. Пожалуй. То есть не то, что не может быть, а пожалуй. Ленин очень аккуратно высказывался, что он так хотел, попасть в просах, скажет, что не может быть. То есть он тоже, Виктор Иванович, как и вы, некоторые трудности испытал. Как и все другие изучающие это дело. Я вот лекции читаю по философии, истории. У меня там про учение о бытии. Вот сколько лекций. Про сущность мало-мало. Про понятия вообще. Потому что, чтобы много прочитать, надо там больше понять. Я не хочу сказать, что я ничего не понял, но не хочу сказать, что я там все понял. Поэтому с охраной, говорят, я дальше... Да, да. Поэтому, да. Поэтому надо, несмотря на то, что сразу все не поймешь, продолжать двигаться дальше. Какие там обнаруживаются вещи? Сначала, кажется, все здорово. Вот точность и отрицание бытия. Берем первое, что получается. Значит, первое, что получается, это что? Отрицание бытия. Это вроде как, это то, что мы берем теперь в сфере сущности. Раз мы это взяли, первую же категорию, которую мы взяли, она не ничто, она оказалась, раз мы ее взяли, бытием. Пришли в сферу сущности, и первое, что там обнаружили, не сущность, а бытие. И тогда мы как ее называем? Это несущественное. Но раз есть несущественное, значит, есть существенное. Мы уже знаем, что если есть одна сторона, то есть и вторая. Так вот, деление на существенное и несущественное, это деление, характерное для сущности. Вот Гейгель говорит, что это деление возвращает на сферу бытия, на личного бытия. Потому что что существенно, что несущественно, это как бы вытекает не из природы того, что вы исследуете, а то, что для вас существенно. Кому-то это существенно, кому-то несущественно. И это получились такие пустые довольно категории. Но, если дальше подумать и пойти дальше этих категорий, то есть ими не удовлетвориться, а пойти глубже, то мы тогда обнаружим, что существенное, это ведь существенное, как кажимость самой сущности. Это не сама сущность, а это то, что ей противоположно. Но где она противоположна? В самой этой сущности. Поэтому это сущность, как несущность. То есть сущность выступает на поверхности, как не она. То есть как кажимость. Например, вот человек очень душевный, а на поверхности выступает просто улыбка его. Или глазами ласково на вас смотрит. Или если злобный человек, злыми глазами на вас смотрит. Но это же еще не душа, а глаза. То есть то, что выступает на поверхности, несущность. Это первая мысль. Ну, люди успокаиваются, как всегда. И что сбивает людей с толку? Что я понял, наконец, усвоил, что это несущность. Как только вы это усвоили, читаете дальше, то вам, естественно, Гегель предлагает принять его внимание и прямо противоположность. Что раз это в сфере сущности, эта сама сущность выступает, как только кажимость. Поэтому это и сущность тоже. Поскольку это в сфере сущности. То есть сущность выступает, как несущность, но это же кажимость самой сущности. И вот первая категория, кажимость или видимость, категория сущности, это вот кажимость или видимость самой сущности. То есть мы должны различать между тем, что кажется, и самой сущностью, но в то же время не забывать, что если это кажется, то это значит и сущность себя так проявляет. Поэтому, как это говорят, нет дыма без огня. Раз вот дым, значит где-то есть огонь. Но не надо всё-таки путать огонь и дым. Но всё-таки дым-то не огонь. Но дым-то не огонь, но дыма без огня не бывает, поэтому вот связь между поверхностью и сущностью. Как мы знаем, что вот костёр прогорел, жар там есть, наверху всё это серое, а это красное. И это значит, с одной стороны, это не сущность, это не жар, это не угли, это пепел лишь. Но если есть этот пепел, то есть и угли, и этот пепел, это пепел этих самых углей. Вот первая категория, которая имеется в учении о сущности, это кажимость или видимость. Есть очень важные категории, и мы должны всё время различать между кажимостью и видимостью, и тем, что кажется и что видится. И идти дальше, глубже этой видимости и этой кажимости. Поэтому то, что кому-то кажется, или что потом выступает просто как мнение, это слишком мало для науки. Мало ли у когое мнение. Мы должны, как говорил Гегель, не опускать знание до мнения, а поднимать мнение до знания. Дальше рассматривает Гегель вот это соотношение, вот эту сущность, которая лишь только кажется, и у него получается сущность является. И оно как бы порождает вот эту самую видимость, эту кажимость. И поэтому то, что есть на поверхности, не просто кажимость, а это вот то, что существует. Существование. И если при изучении науки и логики, вот всей этой первой книге, мы всегда, когда люди говорят, вот это существует, я говорю, не надо, вот скажите лучше, что это есть. Есть, это очень простая категория. А вот когда речь идёт о существовании, тогда, когда сущность является во своём, так сказать, внешних своих проявлениях. Внешние проявления сущности – это условия. Сущность, она глубинна, но она проявляет себя во всяких условиях. Вот, чтобы это было, надо вот это сделать, вот это сделать. Правда, вот в диалектике это в позитивном плане. А, скажем, Горбачёв делал прямо противоположное. Если вы вот это вот не сломаете, этого не будет. А если это не сломаете, тоже ничего хорошего не будет. Если этого не уберёте, этого не будет. А если сломаем, всё будет. А вот это на этом молчало. Когда всё сломали, оказалось, ничего и не осталось. Того, что было. Поэтому, а у Гегеля прямо противоположное. Значит, вот вы можете открыть вроде непонятный том, в непонятном месте, где говорится о сути дела. И там записана следующая фраза, которая даже в отрыве от всего остального, от всего контекста звучит. С одной стороны загадочно, с другой стороны очень глубоко. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Как Гегель это объясняет? Ведь условия, это только с виду они относятся внешним образом к этой сущности. Это же сама сущность только во внешнем своём проявлении. Если вам нужно что-то сделать, вам нужно, скажем, что-то познать. И это познать, и вот это познать, и вот это, и вот это, и вот когда вы всё это сделаете, вы познаете то, что казалось вам непознаваемым. Или дом я не умею строить, но я могу фундамент выкопать. Яму можешь? Могу. Так, фундамент можешь? Могу. Стены можешь поставить? Стены можете поставить? Могу. Могу, хорошо. А этот самый потолок? Потолок могу. Все сделал, все сделал. То есть в этом есть, так сказать, сидит большой оптимизм. Потому что на самом деле, вот кажется, я вот не могу сделать это вот большое или великое. Ну сделайте маленькое такое, что к этому вроде бы как прямо не ведёт, а зачем я это буду делать? А вдруг у меня не получится? А из этого ничего не выйдет? Это вот, скажем, если коллективный договор делает. Что для этого нужно сделать? Надо, во-первых, его сесть и написать проект. А зачем я буду писать? Всё равно у нас мало, у нас никто его не примет. А если примут, то ухудшат. И начинается. Это называется умственная лень. Надо сесть и написать. Кто пишет колл договор? Один человек. Один. Вот все эти хорошие договора, которые мы сюда приносили, можем ещё принести. Наслаждал Константин Васильевич Федотов. Один. Потому что, ну вообще, так сказать, даже Маркс и Энгельс когда писали вместе, это не так, что они двумя руками держали одну ручку. Или двумя ручками писали. Написали Энгельс принципы коммунизма. А потом Маркс подключился, подредактировали вместе, и получился коммунистический манифест. А так, чтобы вот прям так и писали вдвоём. Такого не было. Конечно, всегда кто-то вот пишет основу. А другой потом говорит, давайте вот это изменим, отправим, отредактируем. Лучшим. Можно делать по очереди. Один пишет основу, а другой её отрицает. То есть делает движение к сущности. Или первый делает основу, а другой делает движение к сущности. И так далее. Во всяком случае, вот что мы, скажем, рекомендуем по коллективному договору. Напишите проект. Теперь возьмите и напишите, что хорошее в вашем проекте. Странички две или три. Самое такое, что люди прочитают и ахкнут. И скажут, вот это да. А раз у вас его не собирается принимать, как вы нам рассказываете, так ещё задам вам не написать, ещё лучше, чем бы вы принимали. Потому что когда вы будете принимать, вы обязательно его ухудшите. То есть не вы, а на переговорах. Он же ухудшится, проект ваш. Никогда его в таком виде не возьмут. Возьмут хуже. Так давайте тут, наоборот, сделаем лучше. Например, все люди, которые организовывают коллективные действия или забастовки, говорят, если вы поставите 10% природный зарплат, то никто не будет бастовать. Возиться за 10%. По максимуму. Да. Не по максимуму. Но 30% уже можно поставить. Меньше никто и не поднимется. Поэтому люди, которые предлагают за 10% бастовать, это люди, которые гробят забастовки. Так же и коллективные договорки. То есть написали. Ну хорошо, вы написали. А вы можете прийти в цех и рассказать, что это хороший колдоговор? Дайте им вот эти листочки. Два листочка. Можем. А второй цех можете, можете. А если все цеха обойти и везде проголосовать в поддержку своего проекта. И вот представьте себе, во всех цехах проголосовали в поддержку. А до этого я бы не советовал выходить на переговоры. А вот теперь, когда вас все поддерживают, весь коллектив, во всех цехах, вот туда вы приходите и говорите, у нас вот маленький проектик. И когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот это, можно сказать, проверялось многократно человечеством. И это человечество подтвердило и знает, что действительно это так. Энгельс по-другому выражался. В силу отставания сознания от бытия, когда приходит вам какая-нибудь мысль, это для нее уже, для этой идеи, к идее приходит, для нее уже созрели условия. Или они находятся, по крайней мере, в процессе становления. То есть, если они вот прямо не готовы, то надо немножко еще подраться. Но уж совсем, чтобы не драться за что-нибудь хорошее, такого-то не может быть. То есть, надо еще подраться за это дело. Но оно уже вот созрело. Если у вас уже в голову это вошло, значит, уже все, уже это есть в жизни. Но еще не завершенной формы. То есть, вот эта вот категория существования. Важная категория – перевести из предпосылок в существование. Вся теория, скажем, предпосылок в социалистическую революцию и Ленина на этом построена. Что для того, чтобы была совершена социалистическая революция, надо объективные предпосылки и субъективные предпосылки. Если партия есть, а объективных условий нет, так сколько раз вы, так сказать, в Монголии не построишь социализм? Если там, значит, только скотоводство. Не получится. Но если с помощью России, где не только скотоводство, то можно и построить социализм. Когда рядом в большой стране победила социалистическая революция. Или наоборот. Все предпосылки есть, как в Соединенных Штатах Америки. Есть там сейчас такая партия рабочего класса, которая может совершить социалистическую революцию. На данный момент. Поэтому субъективной предпосылки нет. То есть, нету всех тех условий, которые позволяют, сути дела, вступить в существование. Поэтому нужно смело браться и те предпосылки, которые мы можем сделать, это делать. Так же, допустим, и писать надо. Вы решили написать какое-то серьезное произведение. Тот же коллективный договор. Вот это мне трудно, это мне трудно. А что просто? Можете написать? Напишите то, что просто. А теперь можете вот еще написать. Второе, что просто. А когда вы все напишете, вам останется три штучки написать. Это тоже уже просто. Потому что вами уже написаны. И это нужно и в умственном труде так же поступать. Следующая категория, которая идет за категорией существования, это категория явлений. Сущность-то является же. Сущность-то выявляется на поверхности. Но она является, во-первых, как выражением этой сущности, а во-вторых, с отрицанием самой этой сущности. То, что в явлении эта сущность, как являющаяся, она обязательно в себе содержит то, что ей противоречит. Нет такого явления, в котором была бы проявлялась только сущность и больше ничего. А там есть обязательно то, что ей не свойственно, не характерно. Скажем, коммунисты в каких-то своих делах, не самых главных, совсем проявляются, а как коммунисты. Правильно? Или уж совсем. Есть у нас такие люди, у которых нет недостатков? Пожалуйста, прошу встать и освободить помещение. Потому что это лгуны. У нее и достоинство еще. Были. Недостатки Гитлера – это достоинство его, с помощью которых он втерся в доверие к немецкому народу. Недостатки подлеца в чем? Вот если в том, вот все эти мошенники, которых сейчас сажают, это кто такие? Мошенники – это люди, которые злоупотребляют доверие. То есть недостатки хороших людей – это доверие. Вот вы доверяете к другому жульке, а вы ему доверяете. Вот что вы доверяете, что я сейчас говорю? Может, я вот не то совсем говорю. Вы внимательно же смотрите, нет ли там какого обмана. Нельзя доверять тому, что говорят? Нигде. Тот, кто в экономике или политике верит на слово, говорил Ленин, круглый дурак. В другом месте круглый идиот, говорит. А сейчас в наше время доверять? Да ни за что. Но это хорошие люди доверяют. Это их ошибка. А мошенники. Статья 41 Уголовного кода. Сомошенничество. Злоупотребление доверия. Вы доверяете ему, а они взяли ваши деньги и укатили на Баганские острова. И сколько уже обманутых людей? Сколько людей? И продолжается же это все. Опять же и доверяем. Вот только что недавно всем объявили. Срочно делайте счетчики. Срочно сделайте счетчики. Потому что, вот спрашивали тут, как у нас по поводу ЖКХ. Потому что иначе будете втройне платить, четверне, тех, кто не сделает. И прям правила уже показывали. Ну а если бы все сделали счетчики? Ну всех установили. И газовые, и электрические, и на воду, и что там, на кислород. И что дальше? Что бы дальше было? Ну дальше бы тарифы вам повысили. Проблема какая. Причем тут счетчики? Разве дело в счетчиках, а не в том, что повышать все время тарифы. Вот буквально позавчера в газете. Коммерсант. Вы простите, в газете российской опубликовано постановление Совета Министров, которое убрало эти все штрафы за неустановку счетчиков. А уже товарищи побежали. А ЖКХ уже деньги получило. Этот счетчик столько стоит, этот столько, этот столько. Давайте, давайте. Двери сестра, делайте все металлические. Решетки на окна. И так далее. Далеко можно по этой дороге идти. Так, значит, вот категория явлений. Значит, надо различать. Различать мир явлений, то есть то, что на поверхности, и царство законов. Закон, что такое, как вы думаете? Как определить, что такое закон? Вот у вас правильное длинное определение. А запомнить его труднее, чем короткое, и тоже правильное, а даже более гениальное. У Гегеля законы спокойные в явлении. Вот все это беспокойство на поверхности. Все меняется, изменяется. А вы же говорите повторяющиеся. То есть то, что не меняется. Что-то есть не меняющееся в глубине. Это вот спокойное в явлении называется законом. Законом явления. Вот то, что полным остается во всем изменяющемся мире, это его закон. Как бы там ни менялось, а сила по кулону ку на ку, деленный на квадратер. Как закон кулона? Он не меняется. Или е равно мс квадрат? Тоже не меняется. А все меняется, а закон остается. То есть есть являющийся мир и мир законов, и царство законов. Как бы удвоение мира получается. Но это не удвоение, это просто между ними нет никакой непереходимой грани. Наоборот, закон только и проявляется через явление. Скажем, законы класса борьбы, когда есть? Когда класса борьба есть? Не будете бороться, не будут действовать законы. Как они могут? Если проводник вы не подключили к батарейке, так там по нему ток не потечет. Вот если подключите один и другой пользу, ток потечет. То есть, а как, говорит, нам победить, если, говорит, как это спрашивают у Дзержинского? Феликс Иванович, вы известный конспиратор. Как надо лучше всего конспирировать? Он сказал, надо ничего не делать. Ничего не делать. И тогда никто не узнает, что вы революционер. Так и здесь. Конечно, не будут законы класса борьбы действовать, если не будет. Вот уж сколько мы только не говорили о том, как надо добиваться, коллективные договора. Как добиваться повышения зарплаты, приближать ее к стоимости. Ну, мы анализируем, много ли людей борется. Значит, вы можете сколько угодно рассказывать всякие формы. Это все формы, которые могут задействованы быть в условиях, когда есть борьба. Где борьбы? Вот вы можете в этой газете, которую каждый может взять себе, и только один из ударов, если вы для распространения у себя, можете взять и больше народной правды. Здесь есть материалы Российского комитета рабочих, где обстоятельно изучаются возможные победы на этом фронте. Маленькие, но победы. Есть материалы. Съезда защиты труда, на котором я тоже присутствовал вместе с Александром Владимировичем Золотом. Там картина все-таки общая была. Там тоже были некоторые успехи, но больше по части того, что нас бьют, а мы как-то сопротивляемся. Это немножко другая разница. Конечно, если меня бьют, я сопротивляюсь, это хорошо. Хуже, когда я не сопротивляюсь. Но если нас будут все время бить, а у нас только движение сопротивления, мы мешаем все время нас совсем убить. Это, конечно, не совсем то. И люди говорят, этого у нас не получается, этого нет, этого нет. Вот здесь вот съезд. Смотрите. То есть мы должны понимать, что для этого нужна сама борьба. А тогда мы и люди и сами разберутся с формами, а и помочь им есть кому. Есть кому помочь. Подсказать и так далее. Надо бороться. Идем дальше. Вот категория явления. А есть еще более знаменитая категория. Действительная. Ее почти никогда не употребляют. Это самая красивая диалектическая категория. И употребляете в одном случае. Вот вас проверяют так. Пойдете, говорят, так, что ваш билет недействительный. То есть у вас есть билет, но он недействительный. То есть бытие есть, а действительного нет. Или у вас есть билет действительный, но его у вас нет. Вы его оставили дома. Вот дома оставили карточку, доставайте деньги и платите заново. А у вас действительно карточка есть, она действительно, но у вас ее нет. То есть нет бытия того, что действительно. Или есть некое бытие, но недействительно. Я однажды вот собрался, к Виктору Ивановичу в Новгород ехал. Я сел на автобус, там должно было у нас быть занятие. Потом меня сгоняют, говорят, у вас билет на вчерашний день. То есть как бы он у меня есть, но недействительно. А этот автобус недействительно. Все, и так вот и пропало дело. Мы знаем, что такое действительное? Действительное – это не являющаяся сущность, а выявленная. Сущность вот она, на поверхности. Выявленная сущность, она, так сказать, вышла из этой самой глубины и есть прямо на самой поверхности. Она даже стала бытием, но с отрицанием. Вся сущность как отрицание этого бытия, она не просто бытие, а в ней уже высвечивается закон. Сущность в ней высвечивается прямо на поверхности. Но раз она на поверхности, она сплетена с другим. Действительно, с недействительно. Хорошие люди рядом с плохими сидят. Это замечательные вещи, рядом с всякой глупостью находятся и так далее. То есть, поэтому в нашей жизни, если мы будем говорить, что у нас убийство, есть изнасилование, есть мошенники, есть жулики, есть казнокрады, есть коррупционеры, есть все, есть, 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 есть. Это действительно или нет? Нет, товарищи, это есть, но это не действительно в нашей жизни. А действительно это те самые люди, которые ведут борьбу против коррупции, против буржуазии, против капитализма, за светлое будущее. Вот это действительные люди. А те люди тоже есть, но они не действительные. Вы обосновываете, а что я не обосновываю? Деда Гегеля обосновываю. Я только могу вас пока поинформировать о том, что такое категория действительная. Действительная – это то, что соответствует ходу мирового развития, историческому прогрессу. А есть в нашей жизни то, что относится к реакционному, не к прогрессивному, а к реакционному, который задерживает прогресс, тормозит его, и которое тоже в нашей жизни есть. По Гегелю, и по Марсу, и по Энсу, по Гегелю. То есть, и вот у Гегеля есть такая фраза, философия права, и он повторил ее в обведении к малой логике. То, что действительно, то разумно. А то, что разумно, то действительно. И вот мало кто из наших коллег понимает, что это означает. Я говорю, что не просто вообще из широкого круга людей, из наших коллег – философов. Потому что они не знают, что такое действительное. Значит, то, что действительно, то разумно. То, что действительно, то, что действительно, во-первых, поддается познанию и пониманию, поэтому оно в этом смысле разумно. В том смысле, что оно не скрыто, не является непознаваемым для разума. Но, с другой стороны, оно рано или поздно будет освещено разумом, и разум будет это продвигать. А как он это будет продвигать? А вот так он и будет это продвигать. А то, что разумно, то действительно. Вот то, что разумно, то есть то, что уже наука познала, и наука может сказать, что нужно делать для вот этого. Вот если это уже идея. Идея – это не всякая мысль. Сегодня хорошая погода в Санкт-Петербурге. Так уже холодно. Это идея. Перед или нет? Это что? Это не идея. Это мысль. Идея – это форма мышления, которая способна изменить. Да, совершенно правильно. Абсолютно правильно. То есть идея – это мысль, не любая, отвечающая на вопрос, что делать. А вот если идея овладевает массами, говорил Маркс, она становится материальной силой. То есть эти… А как она? Не сама она становится, а овладевая массами. Люди начинают двигаться, за неё бороться. Материальная сила. Люди – это же материя. Разумная, высшая часть её. Но это материя. Поэтому то, что разумно, то действительно. Вот частная форма собственности. Поэтому если мы с вами, частная форма собственности, была разумной в общинном коммунизме. Она была разумной, она была разумной, она была разумной, потому что она была прогрессом по отношению к другому общению. Если бы вы сейчас сидели, и мы бы сейчас с вами кушали мамонта около костра, и вы бы сейчас сказали, что частная собственность, она действительно, да, это было бы так. Теперь, когда частная собственность показала себя как враждебное человечеству сила, сейчас уже она недействительна. Она есть, но она уже недействительна. Это то же самое, что сказать, что нынешняя эпоха, как определяется. Вот мы тут сидели с Александром Сергеевичем Родёновым на конференции, которая называлась так у нас на днях Петербургской философии, на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета, конференция, которая называлась так. «Маркс и философия будущей России». И вот там что-то говорили, говорили люди, а мы решили этот вопрос немножко застрить в соответствии с нашим пониманием. И сказали, ну какая у вас сейчас вот эпоха-то? Эпоха-то какая у нас сейчас? А эпоха-то у нас перехода от капитализма к коммунизму. Поэтому так или не так, товарищи марксисты, если вы марксисты, какая эпоха у нас? И куда? Не от первобытного общинного коммунизма к рабовладению. Это был прогресс в своё время. А всё-таки от капитализма к коммунизму. Значит, какая будет будущая Россия? Правильно. Ну раз будущая Россия коммунистическая, значит какая философия будущей России? Марксизм, ленинизм. Некуда тут деваться. И так как-то всё застрилось. Разражать вроде нельзя, но как-то так закипело всё так. Интересно, что даже вроде коллеги хотели тут о марксизме говорить. И тут как-то они вздрогнули все. Об обновлении и о новом марксизме 21 века. Да, хотели о 21 веке говорить. Оказалось, что хоть 21 хоть какого. Я вот был на конференции в Афинах. Там тоже вылез товарищ из Венесуэлы. Нет, он там у себя. И говорит, вот у нас 21 века. Я после него выступал. Говорит, ну точно 21 века. Вы в 20 веке опоздали уже сделать революцию? Поэтому как бы вы ни старались, у вас только 21 века получится. Никак у вас не получится уже 20. Просто вы проспали. Что тут нового вы хотите сказать? Вот это очень важная категория действительного. То есть мы в нашей жизни видим противоречия. И Ленин ещё говорил, что мы должны различать между объективизмом и марксизмом. Мы должны не просто видеть противоречия объективные, а встать на его. Одну сторону. Против. На какую сторону мы встанем? Мы встанем на сторону борьбы за действительное. За то, чтобы действительное утверждалось в жизни. А если этого действительного ещё нет, значит на сторону разумного. Потому что то, что разумно, то действительно. Что значит то действительно? А то есть ему предстоит воплотиться в жизнь. Действительность. Материализоваться. Вот в этом смысл высказывания то, что разумно, то действительно. То есть нельзя думать, что вот скажем, эта борьба, это только борьба наша субъективная. Даже, Марс говорит, класса борьба рабочих входит в стоимость рабочей силы. Тот, кто даёт себя сильно эксплуатировать, у него стоимость маленькая. Не только цена, но и стоимость у него маленькая. А тот, кто с длительной борьбой сделал для себя нормой высокую заработную плату, у него и стоимость рабочей силы выше. Стоимость, не только цена. Цена, конечно, вокруг стоимости. То есть она уже колеблется вокруг более высокой величины. И, наконец, последняя категория самой науки логики. Я уже убегаю из сферы сущности и обращаюсь к другой сфере. Первое понятие. Последняя категория, которая заканчивается науко-логике, это категория абсолютной идеи. Очень просто её понять. Так бывает, что всё сложно, сложно, трудно, трудно. И вот последняя. Можно вообще книгу не читать, как некоторые не читают художественные. Смотрим, что в конце. Детектив. Кто кого убил. Куда, посадили или нет. Насколько. Заглядываем в конец и видим абсолютную идею. По Гегелю абсолютная идея – это единство идеи познания, то есть теоретической идеи, то есть надо познавать мир. И практическая идея, или идея добра, идея преобразования мира. И только вот единство вот этих двух идей, идеи познания мира и идеи преобразования мира, это идея абсолютная. Ну вот это, можно сказать, то, что потом воплотилось в учении Ленина о партии. Партия должна, а, объективные интересы рабочего класса познавать, так, в этот класс сознание этих интересов вносить, чтобы эта вот идея, воплощающая интересы рабочего класса, стала материальной силой, и организовать борьбу рабочего класса за его интересы. Это и есть соединение научного социализма с рабочим движением, или, другими словами, партия рабочего класса и его сознательная мандала. Поэтому то, что я рассказывал, хотя оно вроде как далеко, на первый взгляд, кажимость такая, что это никакого такого непосредственного отношения к нашим политическим делам, непосредственной идеологической борьбе не имеет, на самом деле это и есть та самая глубина, без которой без этой глубины не получишь большой широты движения. Потому что только то, что глубоко, то идёт шире. А то, что мелко, оно так этой мелкотой и закрывает. Вопросы какие? Вопросы какие? Вопросы какие? Васильевич Мазар, вот эту книгу вашу очень серьёзную. Нет, я и ещё два человека. Очень верная мысль. А мысль, если одна есть, уже? Очень верная. Что социализм потому и грошился, что там не было диалекта. Потом правильно вы тут сказали, что нет. Маркс там принялся, когда Александр Сергеевич Тахов. Не в том деле. Нет, нет. Ну не надо шмех выгодить. Месяца три назад вот тут просчёт на счёт ковызма, теперь надо понимать, как движение. Маркс говорил про него. Погодите. В общем, не сказать, что вроде Бернштейна. Нет. Цель ничто, движение всё. Нет? Нет. Движение всё. Нет. Это вы ко мне вопрос задаете? Я ответил на ваш вопрос. Маркс прямо писал, что коммунизм это новая система, которая будет, а это такое движение. Если вы коммунизм берёте в частную собственность, так вот уничтожить. А Бернштейн хотел сохранить. Надо различать какое движение к уничтожению частной собственности. Коммунизм уничтожить частную собственность, не создав общение. Если вы не создадите общественную собственность, а просто будете крушить всю собственность, которая есть, вы превратите всю собственность в пепел. Поэтому, и даже интернационалы по-разному поют, в правильном переводе. Разроем, разроем до основания, а затем наш мой новый мир. Это для рифмы. А если вы разрушите все и хотите из ничто сделать коммунизм, то вспомните, что говорил Ленин. Коммунизм, реальной основой коммунизма является крупная машинная индустрия. А монополистический капитализм, империализм является полной материальной подготовкой. И разрушенный империализм. Поэтому, скажем, что сделал, что мы уважаем Вадька Лукашенко. Крупную машинную индустрию и монополию. А у нас взяли и порушили, чтобы пришли иностранные акулы и все слопали по частям. Поэтому, вот если говорить, говорил Берештейн, Уничтожение все, а конечная цель ничто. А цель-то должна быть как раз не то, а уничтожение частной собственности. То есть построение общественной. Значит, частную собственность просто путем уничтожения нельзя уничтожить. Можно ее уничтожить только созданием позитивной. Уничтожение собственной собственности, то есть коммунизма. Александр Денис прав. Существует можно. Можно. Вот тут в этой же книжке написано. Наивысшая производительность труда при коммунизме. И тут же сразу. Но в России в СССР никогда не было высокой. Мы должны брать пример США. Как в США никогда коммунизма не было. Ну что же, опять же, негр мы где-то должны привозить, чтобы это... Ну что же нам привозить? Они сами приезжали. Мы ограбили специально. Мы все, брали, собственно, народ ограбили. Значит, давайте еще раз. Вы же очень... Я вас благодарю за то, что вы внимательно это прочитали и правильно процитировали. Ну понимаете, я от этого не только не от... Значит, коммунизм дает наивысшую строительность труда. Там написано, что вот коммунизм в своей низшей фазе дает производительность в высшую, чем капитализм в высшей фазе. Вы этого хотели? Еще раз говорю, что вот вы трактуете это так, что коммунизм в своей низшей фазе, то есть при социализме, должен обогнать капитализм в его высшей фазе по производительной струде. Где этого не написано, и это не научная истерия, не является. Коммунизм есть более высокий. Вот если коммунизм разовьется, разовьется, то он достигнет производительность труда более высокой, чем при капитализме. А если вы берете высшую фазу капитализма и сравните с низшей фазой коммунизма, то вы такой не получите. Мы должны брать пример США. Пример должны брать. Пока мы не обгоним их, надо брать с них пример. Пример в технике, конечно, надо. Но вы можете найти хоть одно произведение, кроме, скажем, Николая Смельякова, единственную книгу я за всю жизнь прочитал, про которую рассказывается, какие технические достижения есть в других странах капиталистических, которые можно брать. Или Форда, надо считать, самого. А ведь поедут и рассказывают, как там едят, чего потребляют, какие там гамбуреры и прочее. То есть как раз у нас не изучается технические достижения, а изучается и делается попытка пересадить на нашу почву то, что является реакционным и является недействительным. Вот в свете тех категорий, о которых я сегодня говорил. Производительность труда в Советском Союзе была ниже, чем в Америке. А мы были на втором месте. И даже когда мы запустили спутник и запустили мы человека, мы не обгоняли еще Соединенные Штаты Америки ни по объему производства, ни по уровню производительности труда. У нас производительность 60-70% была промышленности, 20% от производительности труда в сельском хозяйстве. А вот почему мы запустили человека в космос? Да потому что у нас образование и наука была на более высоком уровне, чем Штаты. А что такое образование и наука? Это и есть как раз то разумное, которое разовьется и станет действительным, если бы мы на этом стояли. А у нас сейчас стараются что сделать? Тот же Хурсенко для чего поставлен? У них тоже постараться образование и науку. В этом его есть. Так что там написано все правильно. Еще вопросы есть? Нет, у меня вопрос о добавлении, что вот если взять сравнение роста производительности труда в США и у нас, с того года там, там видно, как СССР быстрее развивает производительность труда и все время сближается в США. И только где-то вот в 85-м году этот процесс прекратил. Так, еще какие-то вопросы. Нет вопросов. Значит, советская экономика, она была неоднородной. Ведь в целом Советский Союз уступал Соединенным Штатам по производительности труда. У нас были предприятия с наивысшей в мире производительностью труда в тех сферах, где наибольшей степени обобществления было достигнуто. И в наименьшей степени действовали законы вот этих товарных стеребриков. В частности, УРАР-вагонзавод, одно из крупнейших в мире предприятий, где свыше 100 тысяч работающих. Это завод, который был признан наивысшей в мире оборудовательной производительностью труда. По производству танков? Не только 70% потребностей стран-членов СЭФ в вагонах. Да, да, да. Все, вот секунду. Есть, вот, ну давайте еще вопросы. Вы тут говорите, развитый и развитое это неправильно. Если он развитое должен сгнить, так он и сгнил, все правильно. Ренегат придумали, развитое. Вы меня... Значит, я такого не говорю. Я говорю, что развитое... Простите, простите. Ну ищите, ищите. В науке так, никто никому не верит на слово. Цитировать и клеймить тех, которые говорят неправильно. У меня нет... Не говорится, что развитое значит видеть. У меня говорится, что развитой социализм это гнилая теория. Это неправильно, он должен сгнить, но он и сгнил. Кто он-то? Развитой социализм говорит. Развитой социализм это эвизионистская вытрунка. Почему? Потому что по понятию социализма, это что такое? Это никакого такого строя общественного, способа производства, формации такой социализма нет. И все эвизионисты пытаются отделить социализм от коммунизма и выделить как отдельную формацию. А вот социализм есть неразвитый, незрелый, незрелый коммунизм. Поэтому смысл вообще социализма в незрелости коммунизма. Поэтому вся эта гнилая идея, и поэтому когда говорят, что это развитой социализм, значит он обязательно сгниет. Потому что развитой социализм это уже испорченный коммунизм. Не развитый, а испорченный. Вот Ваше слово. Однако незадолго эти перестройки. Ренегаты социализма придумали понятие развитой социализма. Глупый, безгрампный, в корне ошибочный. Если он уже развитой спел, значит он должен теперь сгнить и упасть. Но все и произошло, все правильно. Если ваши ренегаты всадили вам в голову, что есть у нас развитой социализм, то он у нас сгниет. Не пускайте в голову ревизионистские идеи. Не бывает развитого социализма. Не бывает. Жареный лед бывает или нет? Объясняю, как жарить. Берешь лед, берешь сковородку, масла не надо. Откидаешь лед на сковородку и получаешь жареный лед. И раз они руководствовались неправильной теорией, они разрушили. Ну что, давайте заказать. Правильные люди были там же, но они были в меньшинстве. Объективно оказались. Объективно. Вот я, скажем, здесь один из тех, который, ну не самый молодой, скажем так. Вот я 45-го года рождения. В 56-м году, когда, так сказать, на съезде уже партийном отказались от классовой борьбы и по существу от диктатуры вольтриата. А мне было? 11. Да? Сколько? 11. 11 лет. А в 61-м году, когда поменяли программу, программу уже поменяли, и в программу записали. Общенародное государство, полный нелепица, жареный лед, как говорил Энгельс. Выкинули класс, и теорию классовой борьбы вообще, так сказать, из потребления, так сказать, в коммунистической партии. И главное, в ленинизме и в марксизме диктатуру пролетариата тоже выбросили оттуда. Ну вот мне было 61 минус 45. 16. 16 лет. И у меня еще в голове был хороший вид. Поскольку я был в это время, жил, и пользовался тем, что было на поверхности. А на поверхности была не сущность. Скажем так. Пользовались общественными. Вот есть более молодые товарищи. Поэтому я хочу сказать, что, как говорится, ну, может быть, присутствующим больше повезло. Скажем, вот я до этого очень долгим путем добирался. Здесь некоторые товарищи, которым вот есть даже вот у вас брошюра есть, можем короче к этому прийти. И вы должны прийти к этому быстрее, чем мы, которые приближат более, так сказать, зрелому, скажем, поколению. Пожилым, которые уже пожили. Закончим. На этом поблагодарим Михаилу Васильевича. Следующее занятие в четверг, девятого. Продолжение следует... П� tämä. Продолжение следует...